Деоккупация Крыма началась Россияне бегут с полуострова Вообще не хочу уезжать из Крыма, из Алужской Как здесь классно вообще Причина паники – масштабные взрывы на ключевом для России в военном аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе Тут базировался 43-й истребительный авиационный полк страны-агрессора, который бомбил мирные украинские города В его составе были истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М Этот аэродром в первую очередь использовался для нанесения ударов по Херсонской и Запорожской областям Днем 9 августа на военной базе произошло от 7 до 12 взрывов Эксперты считают это переломным моментом в войне России против Украины Военные объекты Российской Федерации в Крыму уязвимы и скрыть это уже невозможно Однако кремлевские пропагандисты поспешили опять все списать на брошенный окурок или головотяпство А российская Минобороны вообще заверила, что никакая техника не пострадала Основную в итоге озвучило Министерство обороны России На обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов Правда, вранье выдают масштабы произошедшего В километре от взрывов не осталось целых окон в домах Последствия ликвидируют 400 человек и 100 единиц техники У нас 62 многоквартирных дома повреждено Есть коммерческие объекты, поврежденные магазины около 20 Позже всплыли и кадры в непосредственной близости от летного поля Обгоревшие авто и даже Су-24 10 августа украинская сторона подтвердила Одним махом уничтожены 9 вражеских истребителей Минус 9 самолетов-оккупантов выведен из строя аэродром Судя по взрывам на авиабазе САКИ По временно оккупированному Крыму был также и поражен склад авиационного вооружения Однако сам удар по российской базе Украина отрицает С многозначительными оговорками Мы здесь при чем? Безусловно нет Это возможно действительно компенсаторный механизм Неэффективного управления внутри вооруженных сил Российской Федерации Украинская Минобороны и вовсе троллит российских агрессоров Минобороны Украины не может установить причину возгорания Однако в очередной раз напоминает о правилах пожарной безопасности И запрете курения в неустановленных местах У каждой из сторон есть свои основания отрицать удар Украины по стратегическому объекту России Для Кремля обвинить Украину в атаке значит расписаться в своей беспомощности Российская Федерация не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Новофедоровке в Крыму Потому что это стало бы свидетельством неэффективности российских систем ПВО Как уже случилось с потоплением российского крейсера Москва Украинской стороне скрывать авторство нужно, чтобы не открыть все свои карты Украина официально еще, наверное, не готова, либо не желает заявлять о том, какое именно оружие применялось для нанесения этого удара В любом случае военные аналитики осторожно сходятся во мнении Взрывы в Новофедоровке не случайность Одновременность взрывов на двух разных объектах вероятно исключает официальную российскую версию о случайном пожаре Но не исключает ни диверсию, ни ракетный удар большой дальности Отдельные эксперты откровенно называют случившиеся блестящие операции ВСУ Но чем же Украина разбомбила российский аэродром? Одна из версий – тайно поставленные новые боекомплекты ВСУ отработали красиво по классической схеме АГМ-88 ХАРМ вывели из строя РЛС ПВО А дальше в пробитое окно залетели пока не анонсированные АТАКАМС Были слухи, что решение об их передаче могло быть принято после российского военного преступления в Еленовке Эту версию подтверждают последние спутниковые снимки По данным информнопалм, удары нанесли АТАКАМС с помощью установки М270 МЛРС На этих фото видны и невероятные потери захватчиков 8 Су-27, 4 Су-30СМ, 5 Су-24, 6 Ми-8 и 1 ИЛ-20 Правда, с этой версией не согласно издание Нью-Йорк Таймс Высокопоставленный украинский источник сообщил американским журналистам Что ВСУ атаковали россиян исключительно собственным оружием Аналитики предполагают, что это мог быть ракетный комплекс ГРОМ-2 Дальность которого достигает 280 километров Я не исключаю и другого, более фантастического сценария А именно применения ГРОМ-2 Это оперативно-тактический ракетный комплекс Который достаточно долгое время разрабатывался в Украине При инвестициях в Саудовскую Ирану Разнести в пух и прах российскую базу украинцы могли и модифицированным Нептуном Который уже показал себя на деле в случае с крейсером Москва Украина могла модифицировать свои ракеты Нептун для наземной атаки Как это сделали россияне с противокорабельными и зенитными ракетами Но сейчас нет никаких доказательств, подтверждающих эту гипотезу Нельзя исключить и диверсии с помощью беспилотника Где размещены бензовозы, где размещены баки с горючим Боекомплект, в конце концов, который достаточно так расхлябанно Действительно у них находится порой на открытом воздухе И это как раз тот момент, когда можно использовать для сброса небольшого боеприпаса На этот боекомплект с беспилотником Один или два опять-таки каких-то боеприпаса Чтобы сдетонировать более уже мощные боевые части этого ракетного оружия Но чем бы ни атаковали украинцы, этот удар по базе в Крыму личная пощечина Путину Разгром авиабазы в Саки – это страшный удар по психике Путина и его российскому имиджу На этом Украина даже не собирается останавливаться Украинские защитники считают военный способ единственной возможностью вернуть оккупированную территорию И в этом Украина как никогда едина Эта российская война против Украины и против всей свободной Европы Началась с Крыма и должна закончиться Крымом Его освобождением Его свилье Субтитры создавал DimaTorzok